Девушки отдыхают 16.00. Центральная площадь. Традиционно в день памяти жертв Голодомора в Слаутищи собираются около 50-60 человек, которые помнят и чтят историю. Они знают жестокую правду 1932-1933 годов, когда каждые три секунды умирал один человек от голода. А по разным историческим данным в Украине от голода умерли от 4,5 до 10 миллионов украинцев. Когда умирает одна человек, это великое горе, это трагедия одной из семьи. А тут миллионы. Миллионы людских жителей. Семья и друг друга на площади говорили словучане о том, что забывать про голодомор нельзя. У кого плохая память, тот рискует пережить это еще раз. Закрыли Украине очи и душу мощно завязали. Закрыли Украине очи. И только сколько уже проходить поколінь, а мы еще не можем открыть очи, чтобы понять, куди нам идти, куди нам рухаться. Или мы пойдем до Европы, или вернемся снова до тех, кто организовывал у нас голодомор. И только что паня Лариса сказала, нас убивали за то, что мы украинцы. Так нас и до сих вбивают за то, что мы украинцы. Мы можем сегодня сгадать, хіба не за то, что украинец вбили депутата с горлевки Рибака Володимира, а хіба Степу Чубенка вбили дитину 17-ричную не за то, что он был украинцем. Нас продолжают убивать. И вот когда народ понимает, что война и какие-то страшные события, то мы начинаем шукать, что же дорогу, какую дорогу. И начинаем обратиться к истории. Мы вспоминаем Черчилля, что он говорил, и куда он ввел Англию, не допустивши немецкого чобута на землю Лондона и всей Англии. Мы вспоминаем Бисмарка, который умеет организовать и объединять Немецчину. Так вот Бисмарк сказал, что войны выиграют не генералы, а войны выиграют вчители, и войны выиграют священники парафиальны. Я хотел бы подякувать ось этим людям, которые пришли, которые небайдужи, которые своим сердцем находятся тут. Ось это вы и есть, Влада. А после 30-минутного митинга всех пригласили в наш музей на выставку под жестким названием «Нас убивают, потому что мы украинцы». В 2006 году мы начали собирать информацию, воспоминания тех жителей, которые жили в Паутиче, а эти жители приехали со всех уголков Украины. Таким образом было собрано 95 историй очевидцев Голодомора 1932-1933 года. Выставка будет работать до 30 ноября. И все-таки жаль, что о Голодоморе в Паутиче помнят так мало людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова